книга открытым оком тема объединения том 10 вопрос 2351 путин вмешался в дело объединения ему это нужно отвечает Игнатий Тихонович Лапкин даже очень и о том мы уже говорили вот как смотрят люди не нашего круга Михаил Поздняев новые известия номер 97 13 ноября 2003 год цитата и наконец самое главное до слуха правителя России впервые могло быть донесено сообщение или как сейчас говорят мессенджер или мессаги мессаги которая пронесла зарубежная церковь через все годы изгнания осмысление опыта безбожной революции падения монархии как отнятия удерживающего с большой буквы и апостасии мирового отступления от Христа если это было сказано то есть шанс что со временем это сообщение прорастет сознание правителя и принесет добрые плоды не надеюсь чтобы путин понял это сообщение здесь и немедленно судя по его словам цитата Россия потихоньку возвращается в семью цивилизованных наций но думаю что и для русской православной церкви за границей это тоже имеет определенный смысл потому что нет большего блага для церкви чем служение родине президент еще очень далек от духовного понимания этих проблем для начала ему нужно понять хотя бы тот простой факт что наибольшее благо церкви заключается не в служении родине а в служении богу я уж не говорю об употреблении либерального клише цивилизованные нации в кругу тех людей кто всю свою жизнь положил на сохранение именно русской до революционной цивилизации во враждебном инославном и иноязычном окружении впрочем если он понимал под цивилизованными нациями и до революционную россию в чем сомневаюсь то звучит нет звучит все равно весьма двусмысленно впрочем человек изменчив даже если это политик и президент будем надеяться что владыками были найдены точные и правдивые слова которые смогут изменить на лучшие взгляды этого человека а значит и судьбу всей россии мира кавычки закрываются у путина и его окружения сегодня тот же синдром что и у язычников хотевших участвовать создание храма божием ответ им должен быть только по библии как отвечал за рвовель в чей храм явится сам и его 1 ездры 4 1 5 и услышали враги иуды и вениамина что возвратившиеся из плена строят храм господу богу израилеву и пришли они к за рвовелью и к главам поколений из казарии будем и мы строить с вами потому что мы как и вы прибегаем к богу вашему и ему приносим жертвы ады дней асардона царя асардана царя сирийского который перевел перевел нас сюда и и сказал им за рвовель и иисус и прочие главы поколений израильских не строить вам вместе с нами дом нашему богу мы одни будем строить дом господу богу израилеву как повелел нам царь кир царь персидский и стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении и подкупали против них советников чтобы разрушить предприятие их не все то золото что иногда блестит с интенцией такой под носом утираем моченьем головы пытаемся крестить и храм любой толпа считается раем блестит и риза на худой конец на захудалом жирном и бездарном тот батька кто надел с цепочкой крест и вместо проповеди газ пустил угарный слова и действия по библии проверьте все так ли говорит слащавый поп быть может в храме лишь скоты и звери кому причастие исповедь не впрок из обещаний речи депутатов пузатых и крикливых краснобаев их легион уродливо горбатых всем обещали завтра дать по раю не все то золото что языком намолото проверь сравни с писанием иеговы увидишь водоемы без воды расколоты в проектах значатся как полные новые блестит начищенный как пуговица купол с усанным золотом архиерей обвешан не сам ли дьявол так увел запутал промамлят промямлят при кончины виноват и грешен живая проповедь заменена моленьем стоянием языческим шатанием поп прихожанам перебил голени и выбросил ненужное писание не все то золото что при свечах блестит нахваливается без малейшей пробы при обещании нам все и вся простить но не сказал как многих он угробил слова что в библии очищены огнем перелопачены от сами в толкование их расцелуем приняв или пнем бездействием халатным не словами 17 июля 2004 год игнатий лапкин игнатий лапкин